ЧЕРКЕСКАЯ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в выпуске. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Карачаева-Черкесии. В ауле Иконхалк Ногайского района состоялся праздник урожая Сабантой. Карачаева-Черкесия заняла первое место по количеству выигранных грантов на второй смене форума Машук-2022. Итак, главным новостям. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперштаба Карачаева-Черкесии. Рассмотрены вопросы обеспечения общественной безопасности в преддверии Дня Знаний, Дня Солидарности в борьбе с терроризмом, праздничных мероприятий, приуроченных к столетию образования Карачаева-Черкесии, а также Единого дня голосования в Российской Федерации. Участники заседания обсудили согласованность действий органов власти и правопорядка. Кроме того, по рекомендации Национального антитеррористического комитета проанализировали состояние работы по повышению уровня готовности образовательных организаций к началу нового учебного года. Все принятые решения были внесены в протокол. За их исполнение будут отвечать лично руководители органов государственной, муниципальной власти, органы правопорядка и безопасности по Карачаево-Черкесии. В ауле Хабеса в 2023 году начнется строительство лице на 254 места. Бюджетное общеобразовательное учреждение, общеобразовательное лице интерната аула Хабес имени Хабсирокова Екатерины Мухаджировны, было основано в 1992 году. Не так давно здание было признано аварийным, и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял решение о строительстве нового здания на 254 места. На сегодняшний день в лице обучаются 253 школьника с 8 по 11 классы по таким направлениям, как химико-биологический профиль, физико-математический и гуманитарный профили. Карачаева-Черкесия заняла первое место по количеству выигранных грантов на второй смене форума «Машук-2022». Всего в форуме приняли участие более 2000 молодых людей из всех регионов России, а также представители Абхазии, Луганской и Донецкой народных республик и Запорожья. Победителями грантового конкурса от Карачаева-Черкесии стали Дана Дармилова с проектом «Горский ритм. Краткий курс по танцевальному искусству». Девушка выиграла 100 тысяч рублей. Радмир Эркенов с проектом «Школа социального и бизнес-проектирования в сфере туризма. Маршрут» выиграл 294 тысячи рублей. И Исмаил Чочаев получил 349 тысяч рублей на реализацию проекта «Тур. Здоровое поколение». В столице Карачаева-Черкесии в День знаний в рамках нацпроекта образования откроется первый в регионе центр для отдаленных детей. Новый центр для талантливых и отдаленных детей будет работать по трем направлениям – наука, искусство и спорт. В центре расположатся лектории, зоны для проектной деятельности, лаборатории, кабинеты математики и иностранных языков, шахматная зона, художественная мастерская и научно-познавательная зона, также тренажерный зал и хореографический зал. На конкурсной основе сюда может попасть любой ребенок. Детей будут готовить для участия в олимпиадах, конкурсах, проектах, раскрывать и развивать их способности и таланты. Школьники из Карачаева-Черкесии примут участие во Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием», которое пройдет с 1 по 9 сентября. В роли лекторов выступят известные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники, которые добились успеха и готовы делиться знаниями с молодым поколением. Чтобы принять участие в просветительской акции «Поделись своим знанием», необходимо зарегистрироваться на сайте российского общества «Знания». В целях обеспечения пожарной безопасности единого дня голосования в Республике проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения в период подготовки и проведения выборов. Сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Хабецкому и Абазинскому районам в рамках межведомственных комиссий проводится ряд профилактических мероприятий на избирательных участках. Кроме того, с руководителями объектов, председателями избирательных участков и членами избирательных комиссий сотрудники МЧС провели противопожарные инструктажи и беседы по соблюдению требований пожарной безопасности. В Черкесске в рамках конференции «Туберкулезная инфекция у детей и подростков. Проблемы и пути решения» обсудили новые методы профилактики и лечения туберкулезной палочки у детей. Специалисты нашего региона вместе с главным детским фтезиатром Министерства здравоохранения Российской Федерации Валентиной Аксеновой отметили, что туберкулез у детей протекает бессимптомно, но при этом ребенок будет очень слабым и часто болеющим. Поэтому главная задача – проводить профилактические мероприятия и обследование детей. Отметим, что за последние пять лет достигнуты очень большие успехи по борьбе с туберкулезом в нашей стране. Россию исключили из 22 стран с высоким бременем туберкулеза. Теперь по градации Всемирной организации здравоохранения мы не относимся к отстающим странам по уровню заболеваемости и смертности от туберкулеза. Летая щедрая пора овощей, фруктов, ягод и зелени. В это время года мы можем получить макро- и микроэлементы и витамины. Однако при несоблюдении элементарных норм гигиены, а также неправильном мытье ягод, овощей, фруктов и зелени, мы рискуем заразиться кишечными инфекциями и гельминтами, комментирует информацию пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии Елена Покровская. В летний период актуальные вопросы качества пищевых продуктов и на первый план, конечно, становится безопасность пищевых продуктов. Именно поэтому мы всегда говорим о том, что в летний период нужно неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Это в первую очередь мытье рук, это мытье фруктов, это правильная работа с детьми, обучение детей основам гигиены. Очень актуально употреблять пищевые продукты гарантированного качества. Управление Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии опубликовало итоги летней оздоровительной кампании. Итак, в республике отработали 96 лагерей с дневным пребыванием детей с общим количеством 6185 человек. 7 загородных организаций отдыха детей с общим количеством 3120. 5 палаточных стационарных лагерей с общим количеством 546 человек. Для профилактики йод-дефицитных состояний в лагерях использовалась ядированная соль, проводилась цевитоминизация готовых блюд. Купание детей в открытых водоемах в этом году не было организовано в связи с отсутствием оборудованных мест купания детей на горных реках. Во всех летних оздоровительных учреждениях в штате имелись медицинские работники. Сотрудники Роспотребнадзора осуществляли беспрерывный контроль качества воды и продуктов питания для детей. Заистекший период работы аварийных ситуаций и массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений зарегистрировано не было. Прокуратурой города Карачаевска с привлечением специалистов Роспотребнадзора проведена проверка по обращению о том, что на левом берегу реки Аманаус рядом с мостом через реку напротив гостиницы у Нарзана осуществляется сброс канализационных сточных вод из канализационного коллектора непосредственно в водный объект. Кроме того, было установлено, что на очистных сооружениях канализационной системы поселка Домбай не проводится должным образом очистка и обеззараживание воды. По результатам надзорного мероприятия в отношении главного инженера открытого акционерного общества Домбайский водоканал возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии. Прокуратурой внесены представления в адрес директора открытого акционерного общества Домбайский водоканал и главы администрации поселка Домбай. По итогам прокурорского вмешательства нарушения в виде сброса канализационных сточных вод в водный объект устранены. Прокуратурой Урупского района проведена проверка по обращению местного жителя, являющегося инвалидом, о нарушениях при предоставлении мер государственной поддержки в жилищно-бытовом секторе. Должностными лицами администрации Урупского муниципального района был нарушен порядок осуществления компенсационных выплат за услуги в сфере ЖКХ. По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес главы муниципального образования, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После прокурорского вмешательства заявителю произведен перерасчет и выплачена компенсация за коммунальные услуги в размере 6600 рублей. МВД Покорачаева-Черкесии напоминает, что гражданам, добровольно сдающим хранящееся у них либо найдено оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, осуществляется выплата за счет средств республиканского бюджета. В зависимости от категории, денежное вознаграждение за единицу оружия варьируется от 1000 до 10 000 рублей. Сдачи подлежат автоматы, пистолеты, в том числе газовые, огнестрельное оружие различных видов, самодельное или заводское, различные боеприпасы, гранаты, мины, снаряды, порох, взрывчатые вещества и взрывные устройства и другие предметы. В случае добровольной сдачи предметов вооружения лица освобождаются от уголовной ответственности за незаконные приобретения, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Покрачаева Черкесской Республики при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» в Черкесске задержаны двое граждан Республики Узбекистан 27 и 20 лет. У них обнаружено 195 свертков с героином, общей массой более 90 граммов. Наркотики предназначались для сбыта на территории Черкеска бесконтактным путем с помощью тайников-закладок. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России Покрачаева Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. В ауле Иконхалк Ногайского района Карачаева Черкесии прошел праздник урожая Сабантой. Всеногайский праздник посвящен столетию Карачаева Черкесии и 15-летию образования Ногайского района. В рамках празднования состоялось чествование тружеников сельского хозяйства, представителей интеллигенции и спортсменов. В праздничном мероприятии, включающем также народные спортивные игры, концерт мастеров искусств приняли участие гости как из других районов Карачаева Черкесии, так и из соседних. На месте мероприятия были разбиты национальные дворы. Всех желающих угощали вкусными блюдами Ногайской кухни. Песни, танцы, спортивные состязания на силу и ловкость – все это стало частью обширной культурной программы. Достопримечательности Карачаева Черкесии появились на почтовых открытках, которые выпустила в оборот Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом. В почтовую коллекцию вошли фотокарточки с красотами 20 российских регионов, включая Карачаево-Черкесию. Причем для каждого субъекта выпущены 5 вариантов открыток с разными достопримечательностями. Об этом рассказала начальник черкесского почтамта Аминат Шедакова. Более тысячи тиражей. Эти карточки можно приобрести абсолютно во всех отделениях Карачаевой Черкесской Республики. Также за Карачаевой Черкесской Республикой можно приобрести в Москве. Преимущество этих карточек заключается в том, что они все выполнены в одинаковом стиле. То есть для людей, которые коллекционируют сувениры с разных регионов, это отличная находка. Это были все новости Карачаева-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами.